Друзья, хочу начать рубрику меню в ресторане любого ресторана и выбирать там полезную и вкусную еду, и на следующий день у вас будет минус на весах. Начнем мы с вами с Боска. Давайте разберем, и салат мы можем здесь себе заказать. Салат Медлитерана с руколой, помидорами черри и пармезаном. Можно, только пармезан жирный, днем мы этот салат не будем. Салат Андреатика. Листья салата с брунтовыми помидорами и пармезаном. Тоже пару пармезан. 60% жирный. А дополнительные ингредиенты? Трюфель черный? Да. Авокадо? Днем да. Тигровые креветки? Да. И вечером? Мини кальмары? Можно. Осьминог? Отлично. Фаланга камчатского краба? Ну, это идеально. Морские гребешки? Идеально. Маринованный лосось? Нет. Жирный и химический, и соленый. А микс салата с овощами и оливками? Можно, но помним, что оливки задерживают воду. Теплый салат Боска. С крабами, авокадо и апельсинами. Ну, апельсины тут как-то не в тему немножко. Тут переборщили апельсин. Он невкусный. Этот салат невкусный. Салат Аквамарина. С креветками, авокадо и сельдереевый сып. И сельдереевый сып. Теплый салат со сеновым. Картофелем, челли и соусом пестом. Ну, если вы картошку оставите в тарелке, то идеально. Карпачи из цветной капусты с трюфелем и вялеными томатами. Дальше горячие. Сейчас мы трепешимся по меню. Горячие. Филе тунца со шпинатом. Тунец металл не много. Не надо. С него он плохо весом будет. Сиба с овощами и креветками. Да, отлично. Это мое любимое коронное блюдо. Я из-за него всегда приезжаю. Осьминог на гриле со шпинатом. Да, шикарно. Подскажите нам, пожалуйста, стейки с сельдерея – это что? Да. Это корень сельдерея. А, это как пюре. Нет, ну, как на корень выкладывается. Корень? Ну да. Как интересно. Корень с сельдерея. Никогда не заказываю. Ладно, понятно. Есть чего удивиться. Слышали? Корень. Просто берут корень с сельдерея, дедут стейки с него. А, шикарно. Дальше идёт. Так, дальше у нас лосось запечённый в конверте с соусом песто. Нет, обойдётесь. Он жирный, химический. От него вес вообще не уходит. Дорадо на стейки. Кто любит лосось, пожалуйста, ешьте тогда с лососем огромное количество зелени. Просто прям гигантское. Чтобы нейтрализовать вашего жирного лосося. А дорадо на стейки с сельдерея нам подойдёт? Да. Отлично. Сибас. Дорадо целиком запечённое в соли или на грылье? Ну, это идеально. Филе лосося? Нет. Филе сибаса? Да. Филе дорадо? Да. Окусно. Много, да? Мы выбрали. Сказать, что это какая-то диета, на ней можно жить всю жизнь. Я обнялся. Ну, не давая. Чувствовать себя сыты и давая. Вы думаете, что десерты мы не едим? Едим. Давайте разберёмся сейчас десерты в боско. Тирамису, чёрный трюфель. Ну, сладковато слишком, не надо. Панакота с соусом из черники. Нет. Десерт боско. А что это такое? Десерт боско. Там содержатся ягоды. Микс из ягод со сливками и сиропом. Вкусно. Если вы скажете, что уберите, пожалуйста, сладкие сливки, то это идеальный. Это самый лучший десерт в достойных ресторанах. Сюда стоит его прийти и поесть. Шоколадная тартина с ванильным соусом и клубникой. Десерт Анна Павлова с ягодами. Сахарного. Яблочный штрудель. Идеально. Ассорти из свежих ягод. Ну, это просто без комментариев. Мы едим это. Карпаччо из ананаса с ягодами. Для сладян, пожалуйста, возьмите на заметку, что вы можете друзей нафернить карпаччо из ананасов с ягодами. Блинчики с ягодами и маскарпоном. А найдетесь. Вот этого точно нельзя. Тесто и сладкое нет. Йогуртовый мусс с базиликом и миндальной карамельной. Блоги. Тоже возьмите себе на заметку, как это вкусно. Пока.